Здравствуйте учащиеся 10 класса. Урок физической культуры. Тема. Гимнастические упражнения на балансирование и перемещение тела в пространстве. Урок 2. Цель нашего урока критиковать свои и чужие двигательные способности. Перед началом урока давайте вспомним технику безопасности на уроках гимнастики. Дополнять упражнения по команде учителей. И самое важное необходимо сделать хорошую разминку. Здравствуйте уважаемые ученики. Я учитель физической культуры средней школы в годах семнадцатого. Акиматр Горбовного и Симбайзарь Бусимбарова. Повторяем разминку вместе со мной. Первое упражнение. В основном положении ноги на ширине плечи. Руки на пояс. В боковом голове. На раз. Вперед. Два. Азад. Три. Влево. Четыре. Вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Данное упражнение. В данном упражнении шесть повторений. Следующее упражнение. В скотном положении ноги на ширине плечи. Руки на пояс. На раз. Руки в скотную. Ладони в скотную. Вверх. Два. Руки вверх. Три. Руки вперед. Четыре. В скотном положении. Раз. Два. Три. Четыре. В данном упражнении. Четыре. Повторяем. Третье упражнение. Ноги на ширине плечи. Руки. Плечами. В уголочные плечи. На раз. Два. Вперед. Три. Четыре. Азад. Раз. Два. Три. Четыре. И спина. Прямая. Три. Четыре. В данном упражнении шесть повторений. Упражнение. Четвертое упражнение. Широкая слыка. Руки в скотную. Ладони в скотную вниз. На раз. На ладони. В первой ряду. На исходное положение. Три. В правой ноге. Четыре. Исходное положение. Раз. Два. Три. Четыре. В данном упражнении пять повторений. Следующее упражнение. В основном положении. Руки на поиск. Выплыв. На правую ногу. Раз. Два. На ладони. Три. Четыре. Смотрите. Спина прямая. Раз. Два. Три. Четыре. В данном упражнении шесть повторений. В следующем упражнении. Приседания. В исходном положении. Ноги. Наши ноги. Плечи. Руки вперед. Вполняем упражнение. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Техника в выполнении. Приседания. Ноги. Наши ноги. Пятки. Не отрываем. Спина. Примая. Раз. Два. Три. Пятки. Не отрываем. На свое пятое отрываем. Деньги в выполнении неправильные. Девочки. Десять повторений. Мальчики. Пятнадцать. Пятки. Десять повторений. Двадцать. Два. Три. Четыре. Пять. В данном упражнении. Мальчики. Пятнадцать повторений. Девочки. Пятнадцать повторений. Следующее упражнение – восстановление дыхания. Ноги на ширине плечи, руки через сторону, в сторону, на носочек. Вдох, отпускаем руки, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Переходим к основной части урока. Основы рекомендаций физиолога. Упражнения на баланс полезно делать и утром, и вечером. Начинать стоит с самых простых поз и постепенно обучать мозжечок более сложным по координации упражнениям. Рассмотрим некоторые упражнения. Ходьба по линии. Дома можно размотать швейный сантиметр на полу и пройтись. Сильно вас качает, удается не сойти с линии. Бег в высоту от доктора Попова. Такой вариант бега способствует ускорению метаболизма. Он еще и развивает чувство баланса. И это даже в первую очередь. Что нам нужно? Любое возвышение. Стол, ящик. Встаем на него и начинаем бег мелкими движениями. Амплитуда очень маленькая. Глаза открыты. Поза дерева взята из йоги. Нужно встать прямо, поднять ногу и поставить ее стопой на внутреннюю часть бедра опорной ноги. Колено согнутой ноги должно смотреть в сторону. На опорной ноге колено обязательно прямое и поднятое вверх. Старайтесь вытягивать тело вверх. Руки перед собой или сложенные над головой. Рекомендуется стоять в позе дерева 30 секунд. На четвереньках. Встаньте на четвереньки. Вытяните параллельно полу правую руку и правую ногу. Постойте так около 30 секунд. Поменяйте позицию. Вытяните левую руку и левую ногу. Усложненные варианты. Вытягиваем правую руку и левую ногу. Затем наоборот. Левую руку и правую ногу. Так стоять труднее. Приставной шаг. Расстелите на полу швейный сантиметр во всю длину. Встаньте прямо у отметки 0 сантиметра. Стопы вместе. Руки на поясе. Попробуйте приставным шагом пройти вдоль всего сантиметра до конца. С открытыми глазами должно получиться у большинства. А теперь то же самое с закрытыми глазами. Внимание! Обезопасьте себя от ударов и падения. Лучше делать это упражнение под наблюдением кого-то из родных. Книга на голове. Классика жанра. Ходьба, приседания, повороты и так далее. Любое действие с увесистой книгой на голове. Посмотрите, как грациожно жительницы тех стран Африки и Азии, где принято носить груз на голове. Со стороны кажется, что это просто невозможно. Как можно удерживать несколько предметов, при этом ехать на велосипеде, да еще и одновременно говорить по телефону. А вот оказывается очень даже реально. Целью нашего урока было критиковать свои и чужие двигательные способности. Давайте вспомним, что такое критиковать. Критиковать, подвергать критике, указывать недостатки кого-чего-нибудь, осуждать. Критиковать внесенные предложения, критиковать чьи-нибудь действия. Если ты выполнял все упражнения, целью нашего урока было критиковать свои и чужие двигательные способности. Давайте вспомним, что такое критиковать. Критиковать, подвергать критике, указывать недостатки кого-чего-нибудь, осуждать. Критиковать внесенные предложения, критиковать чьи-нибудь действия. Если ты выполнял все упражнения, попробуй ответить на вопросы. Можешь ли ты указать на свои недостатки при выполнении упражнений? Сможешь ли ты другим показать и объяснять упражнения на балансировку? Переходим к рефлексии. Сегодня на уроке я узнал. Урок дал не для жизни. Мне захотелось. Я обязательно попробую. Спасибо за внимание. Урок закончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...